Добрый вечер, наверное, уже уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемый президиум. Позвольте представить вашему вниманию следующее сообщение, посвященное иммунотерапии опухолей желудочно-кишечного тракта. Если вообще говорить в целом об этих заболеваниях, то опухоли желудочно-кишечного тракта, они характеризуются достаточно высоким уровнем мутационной нагрузки. И в целом результаты лекарственной терапии, а именно с применением цитостатической терапии, они весьма и весьма неутешительны. И вот за последние 2-3 года было проведено масса фундаментальных клинических исследований по оценке эффективности именно иммунотерапии у этой категории пациента. Но вообще, когда мы планируем иммунотерапию, в любом случае мы говорим о тех или иных биомаркерах. Сегодня уже говорили все докладчики неоднократно о том, что это обязательно определение уровня ПДЛ-1, это определение уровня микрострелитной нестабильности или наличие дефектов в системе репарации ДНК. Но вот для опухолей желудочно-кишечного тракта этот показатель определения ПДЛ, он выражается в виде СПС. Что это такое? СПС определяется как количество окрашивающих ПДЛ-позитивных клеток, причем используются клетки, учитываются клетки не только опухолевые, учитываются клетки и иммунной системы. Это и лимфоциты, это макрофаги, деленное на общее количество жизнеспособных опухолевых клеток и умножимое на 100. СПС выражается в виде числового значения и максимальная оценка определяется как 100. Это достаточно легко воспроизводимый и в то же время высокоэффективный маркер, который является предиктором ответа на иммунотерапию, на терапию именно пембролизумабом. И его клиническая значимость и эффективность были подтверждены в целом ряде клинических исследований. Начнем с тех заболеваний, которые мы можем лечить, используя иммунотерапию. Рак пищевода. На АСКО в этом году были должены результаты исследований КИНОТ-181. Это международное исследование, в котором приняло участие очень большая когорта больных, 628 пациентов. Это метастатический и местно распространенный рак пищевода. Причем участвовали пациенты независимо от гистотипа. Это и плоскоклеточный рак, и аденокарцинома. Все пациенты прогрессировали на фоне первой линии терапии, включающей препараты платины и фторпирамидины, и были в удовлетворительном состоянии. Пациенты были рандомизированы в две группы. Первая группа – это пациенты, получающие пембролизумаб. Стандартный режим дозирования – 200 мг каждые 3 недели. Суммарно, при отсутствии признаков прогрессирования, лечение продолжалось в течение двух лет. Это максимально 35 введений препарата. Вторая группа – это пациенты, которые на выбор исследователя получали химиотерапию. Это либо какой-то из препаратов токсанового ряда, либо иринотыткан. Основной целью, конечно же, была оценка общей выживаемости. В группе пациентов, имеющих уровень СПС больше 10. И крайне важно было определить эффективность препарата в группе пациентов, имеющих плоскоклеточный гистотип. И что же было показано? Было показано, что терапия пембролизумабом практически на 40% увеличивает медиану общей выживаемости пациента. 9,1 против 8,3 месяца. Колоссальная разница в показателях безрецидивной, одногодичной, полуторагодичной выживаемости. Что касается эффективности, то в общей популяции эффективность составила примерно 13%. А среди пациентов, имеющих экспрессию СПС больше 10, еще более выраженная колоссальная разница – 21 против 6%. И очень важным оказался тот факт, что препарат работал не только у больных, страдающих аденокарциномы, но и у пациентов с плоскоклеточным гистотипом. И вот именно результаты этого исследования, они явились основанием для регистрации пембролизумаба. ФДИИ зарегистрировал пембролизумаб в качестве второй линии терапии больных раком пищевода. К сожалению, эта опция пока недоступна у нас в России, и регистрация ожидается, надеюсь, ожидается в ближайшее время. И наши пациенты тоже получат новый стандарт второй линии терапии с использованием пембролизумаба. Рак желудка. В следующей линии терапии с наличием экспрессии ПДЛ по фактору СПС больше единицы. Примерно так же выглядят наши российские стандарты. А вот если мы посмотрим на стандарты ЭСМА, то там вообще нет никаких указаний на использование иммунотерапии у больных, страдающих раком желудка. Так каким же рекомендациям нам верить и каким рекомендациям следовать при лечении пациентов. Ну и естественно для нас крайне важное значение имеет мишень. Когда мы планируем терапию антипедиали-1 терапию, конечно, важное значение имеет, как часто встречается эта мишень. Так вот, в 2017 году азиатские исследователи опубликовали такой достаточно большой метаанализ, в котором было оценено более тысячи случаев раком желудка. И исследователи говорят о том, что частота встречаемости ПДЛ на поверхности опухолевых клеток рака желудка скалибрится от 20 до 60%. То есть достаточно высокая цифра. Но вот при этом, не зря Татьяна Юрьевна спросила, они показали, что вот для рака желудка экспрессия ПДЛ, она ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. И больные, которые имеют ПДЛ-негативную опухоль желудка, они имеют выигрыш в показателях выживаемости. Что же мы имеем по иммунотерапии рака желудка? Вот это одно из самых первых исследований, но оно было выполнено, к сожалению, только на азиатской популяции пациентов. И поэтому этот препарат зарегистрирован, речь идет о Ниволумабе, зарегистрирован только в азиатской популяции. Это Корея, это Тайвань, это Япония. Здесь пациенты химиорефракторным раком желудка при прогрессировании после первой линии терапии получали иммунотерапию пембролиневолумабом. И что же было показано? В этом исследовании было показано, что, кстати, очень редко встречается при терапии, при иммунотерапии, если мы не говорим о раке почки или о меланоме, здесь было показано значительное увеличение безрецидивной выживаемости. И вот на основании этого в азиатской популяции пациентов Ниволумаб зарегистрирован для второй линии лечения рака желудка. А что имеем сегодня мы с вами в нашей российской популяции? Прежде всего, это исследование КИНОТ-059. Это исследование, в котором проводилась оценка эффективности пембролизумаба в монотерапии у ранее предлеченных больных. Здесь три когорты пациентов. Набор был последовательный. Каждая когорта имела свои критерии включения. Но нас с вами интересует в этом исследовании только первая когорта. То есть это когорта, где больные получали монорежим. Главной целью была, конечно же, оценка частоты объективного ответа, безопасность. Ну и дополнительно увеличались время до прогрессирования, общая выживаемость и длительность ответа. И что же было показано? Было показано, что частота объективного ответа при монотерапии пембролизумабом у больных в качестве второй линии составляет всего лишь 11,6%. А в целом клиническая эффективность с учетом стабилизации процесса она составила всего лишь 27%. То есть, по сути дела, это не такие высокие цифры. Получается, что почти 70% больных прогрессируют в течение первого времени. Единственным положительным симптомом здесь оказалось то, что больные, которые ответили на лечение, они имели более выраженную длительность ответа. Если в целом медиана длительности ответа была 8,4 месяца, то у ПДЛ позитивных больных она составила 16,3%. В группе больных, которые были ПДЛ негативной, всего лишь 7 месяцев. Вот так выглядят кривые выживаемости больных. Общая выживаемость всего лишь 5,6 месяца. И получается, к завершению года только один из 4 больных оставался жив. Ну и безрецидивная выживаемость всего лишь 2 месяца. Колоссально низкие цифры, так скажем. Получается, что уровень экспрессии ПДЛ-1 является не очень-то таким позитивным маркером в определении эффективности терапии пембролизумаба. Частота объективного ответа 11,6 в целом, о чем я уже говорила, у ПДЛ позитивных больных 15,5, а у ПДЛ негативных всего лишь 6,4. То есть эффективность... Мы-то привыкли к тем цифрам, когда эффективность иммунотерапии составляет 50, 60, 70%. А здесь эффективность весьма и весьма невысокая. Вот так вот выглядят кривые общие и безрецидивные выживаемости. 6-месячная безрецидивная выживаемость в группе ПДЛ позитивных всего лишь 17,5%. В группе ПДЛ негативных 10. То есть разница не колоссальная. Аналогичные данные в отношении общей выживаемости. 12-месячная общая выживаемость 28, а у ПДЛ негативных 20. Это тоже подтверждает, что все-таки определение ПДЛ не очень-то и определяет, насколько ответят больные на терапию пембролизумабом. Кроме этого, у нас есть еще результаты еще одного исследования. Это исследование уже третьей фазы, в котором проводилась оценка эффективности пембролизумаба со стандартным режимом второй линии. Это исследование КИНОТ 061. Огромный набор пациентов, почти 600 больных приняли участие в данном исследовании. Это все больные нерезектабельным, местно распространенным или метастатическим раком желудка или кардиозофигиального соустия. Все больные в удовлетворительном общем состоянии, ранее не получавшие иммунотерапию. И они были рандомизированы на две группы. Первая группа – это больные, которые получали пембролизумаб. То же самое, все стандартный режим дозирования. А вторая группа – это больные, которые в качестве второй линии получали паклитоксил. Тот самый режим еженедельного введения, который мы используем для второй линии. Лечение проводилось до прогрессирования, либо до развития токсичности, либо до отзыва согласия. Основные задачи – это, конечно же, оценка общей выживаемости. Это безрецидивная выживаемость при СПС больше единицы. Ну и дополнительно – это частота ответа, длительность ответа и безопасность. И что было получено? Обратите внимание на график. Это исследование оказалось тоже негативным. Пембролизумаб не увеличивает значимо медиану общей выживаемости больных. 9,1 против 8,3 месяцев. Пембролизумаб в отношении безрецидивной выживаемости здесь вообще провалился. Получается, медиана безрецидивной выживаемости на пембролизумабе полтора месяца, в то время как на паклитоксиле практически в 3 раза выше – 4,1 месяца. То есть, получается, пембролизумаб не работает. Не то, что он не работает, он может навредить каким-то пациентам. Что касается частоты объективного ответа, он тоже не увеличил объективный ответ. 16 в группе пембролизумаба и 14 в группе больных, которые получали паклитоксиле. Единственным положительным также было то, что если больные ответили на лечение, они отвечали довольно-таки долго. И медиана длительности ответа на пембролизумабе здесь составила 18 месяцев против 5 месяцев в группе паклитоксил. Если мы посмотрим еще раз на этот график выживаемости при СПС больше 1, мы видим, что первые 4 месяца, это почти 16 недель терапии, кривая выживаемости пембролизумаба вообще проваливается. И только потом больные, которые ответили на лечение, они подтягивают эту кривую немножко повыше. Получается, в то время, как больные прогрессируют очень быстро на терапии пембролизумабом, часть больных, которые получали паклитоксил, паклитоксил сдерживал процесс, и кривая выживаемость их выше. Если посмотреть на клинические факторы, здесь вообще была полная путаница, потому что в этом исследовании принимали участие и азиатские, и европейские пациенты. Так вот, азиаты вообще не ответили на пембролизумаб, и европейская популяция ответила на терапию пембролизумабом. ЭКОК-0 это было лучше, а ЭКОК-1 больные не успевали даже реализовать свой эффект. Локализация в желудке опухоли, это было хуже, чем локализация опухоли в области кардиозофигиального перехода. И даже ни за что не зацепиться, так кому же рекомендовать терапию пембролизумабом? А дело на самом деле-то все складывается в уровне экспрессии ПДЛ на поверхности опухолевых клеток. Вот самый левый график – это кривая, где больные имеют вообще негативный уровень СПС. СПС меньше единицы. Кривая выживаемости пембролизумаба, она не то что такая же, как допоклитоксели, она хуже, то есть больные живут гораздо меньше. Средний график – это когда СПС больше или равно единице. Мы разбирали уже этот график, да, первоначально кривая проваливается, но затем за счет ответивших больных она немножко подтягивается. И вот самую лучшую выживаемость имеют пациенты, у которых уровень СПС больше 10. То есть здесь видим разницу в показателях выживаемости, но она тоже не столь значима. 10,4 месяца против 8 месяцев. Но это весьма и весьма ограниченная группа пациентов. Здесь было всего по 53 пациента вот в этой группе. Это знаете, как с химиотерапией назначил всем, но кто-то ответит, а кто-то не ответит. Перейдем на вторую линию. А здесь назначить пембролизумаб всем – это значит, кто-то проиграет от того, что не получил химиотерапию. Но закономерно возникает вопрос. Может ли вообще иммунотерапия запускает гиперпрогрессирование рака желудка? И вообще все-таки кому назначить терапию? Ведь все-таки по результатам исследований мы видим, что кому-то она помогает. Ну и здесь, конечно же, пресловутая микросателлитная нестабильность. Вот это исследование, о котором уже говорила сегодня Татьяна Юрьевна, оно было опубликовано в 2017 году. Все больные, которые приняли участие, суммарно это было 149 пациентов. 90 из них это были больные колоректальным раком. И остальные 59 больные – это другие сольные опухоли, пациенты, которые имели микросателлитную нестабильность. Среди них больных раком желудка и кардиозофигарного соустия было 9 пациентов. Так вот, среди них 56% частота объективного ответа. Если мы будем говорить о микросателлитной нестабильности при желудке, как часто она бывает и когда ждать, ну когда, у какого пациента ждать выявления данного фактора? Ну, по статистике это 2-4% всего случаев рака желудка. Фенотипически это, как правило, пациенты старшей возрастной группы, чаще всего у женщин. Слокализация опухоли в дистальных отделах желудка. Нередко это бывает мультицентричный рост опухолевого процесса. И, как правило, это интерстициальный тип опухоли, гистологически. По особенностям молекулярно-генетического характера это гипермутационный статус. И обратимся к тем нашим исследованиям, которые мы сегодня уже с вами разбирали. Это КИНОТ 0,59. Еще раз напомню, это больные, которые получали в качестве второй линии терапии пембролизума в монорежиме. Частота объективного ответа в общей популяции была 11%. А вот микросателлитная нестабильность была изучена у 170 пациентов. И из них у 7 она была выявлена. То есть это примерно соответствует статистике, которую мы знаем. 4%. И обратите внимание, частота объективного ответа у пациентов с микросателлитной нестабильностью составила 57%. А если сюда добавить пациентов, у которых была длительная стабилизация, это 71%. Вот эти цифры действительно впечатляют. Исследование КИНОТ 0,61, о нем мы тоже сегодня говорили. Это сравнение пембролизума и эпаклитоксела. Если в целом частота объективного ответа была невысокая, всего лишь 16% на группе пембролизума в общей популяции, то среди пациентов, которые оказались с микросателлитной нестабильностью, их было 15% и составило примерно 2,5%. Частота составила 47%. Именно эти пациенты продемонстрировали колоссальные показатели длительности ответа – 18 месяцев против 5. А если же мы удалим группу пациентов с микросателлитной нестабильностью из группы больных раком желудка, кому останется лечиться пембролизумабом? Кому мы еще можем предложить? Так вот, в рамках проекта изучения атлас генома рака была протестирована масса различных факторов, и акцент делался на именно генетический профиль. С этой точки зрения была представлена совершенно новая классификация рака желудка, в которой было выделено 4 подтипа. Один подтип – это микросателлитная нестабильность, второй – это геномно-стабильный, третий – это хромосомная нестабильность, и четвертый – совершенно новый для нас с вами – это рак желудка, ассоциированный с вирусом Эпштейна-Бара. Это совсем новые статьи, которые вошли в нашу практику. Что же такое вирус Эпштейна-Бара и какое значение он имеет при раке желудка? Оказывается, его частота встречаемости составляет до 30% по данным разных авторов, но в среднем это около 9%. Чем он так важен для рака желудка? Дело в том, что когда геном этого вируса встраивается в геном опухолевой клетки, он приводит к так называемому гиперметилированию. Что это значит? Он вызывает гиперэкспрессию интерлекина-1b, интерферона-гамма, вызывает амплификацию PD-L1. То есть идет такое гиперметилирование, и резко повышается иммуногенность опухолевой клетки, и именно такая клетка в большей вероятности ответит на антипедиали-1 терапию, ответит на пембролизумаб. Ну и, конечно же, именно вот эти два типа, рак желудка, ассоциированный с вирусом Эпштейна-Бар, и рак желудка, который ассоциирован с микростелитной нестабильностью, это два основных ответчика на иммунотерапию. И не надо догоняться за определением PD-L1 и назначать терапию пациентам, которым она не то что не показана, а которая им может навредить. Но, как всегда, мы же с вами врачи, нам хочется помочь абсолютно всем пациентам. И что же делать, если микростелитная нестабильность всего 2-4%, вирус Эпштейна-Бар это 9%, а что делать остальным 90% больным раком желудка? Неужели для них иммунотерапия закончена и никаких перспектив нет? На самом деле перспективы есть, и лежат они, скорее всего, в будущем этого, лежат в комбинации иммунотерапии и химиотерапии. Что мы с вами знаем о первой линии рака желудка? Это обычные наши любимые стандартные дуплеты и теплеты. И как бы это странно ни звучало, больные раком желудка, которые имеют гиперэкспрессию гена HER2 или амплификацию гена HER2, казалось бы, это больные, которые живут хуже всего. Да нет, на самом деле, если больные получают химиотерапию стандартную, вот по исследованию тога в сочетании с тростузумабом, или тройную комбинацию с токсанами, да еще и с тростузумабом, то показатели выживаемости этих больных самые высокие – 17-24%. Так вот, в этом году на АСКО был доложен так называемый пилотный проект. Это проект, в котором больные метастатическим или местно распространенным неоперабельным раком желудка в качестве первой линии терапии, это все были HER2-позитивные больные, в качестве первой линии терапии они получали комбинацию кселокс, тростузумаб и дополнительную терапию пембролизумабом. И главной целью этого исследования была оценка безрецидивной, 6-месячной безрецидивной выживаемости. И что мы видим? Медиана безрецидивной выживаемости у этой когорты больных составляет 11,4 месяца. 87% пациентов ответили на терапию. Медиана общей выживаемости, колоссальные цифры, 12-месячная общая выживаемость у этих пациентов составляет 76%. Следующая локализация – это гептоцеллюлярный рак. Все прекрасно знают о том, что гептоцеллюлярный рак занимает третье место по причине онкологической смертности во всем мире. И те же самые пресловутые американские стандарты до 2016 года единственной опцией для лечения этих пациентов был сарафенип. В 2016 году в практику вошел к нам Ниволумаб. И с этого года дополнительно присоединился и Пембролизумаб. Исследование КИНО-224 – это достаточно узкая, ограниченная группа пациентов, 104 больных, которые получали гептоцеллюлярным раком, которые получали в качестве первой линии терапии, либо получали сарафенип и прогрессировали на этом лечении. Больные были включены в данное исследование. Все в качестве второй линии получили Пембролизумаб. Терапия проводилась до прогрессирования, либо до неприемлемой токсичности. Ну а в случае наличия эффекта длительности терапии составляло 24 месяца, то есть это 35 циклов лечения. Главная цель – это частота объективного ответа. И что же мы увидим? Частота объективного ответа составила 17%. Но если сюда присоединить пациентов, которые демонстрировали длительную стабилизацию, это 64%. То есть цифры достаточно приемлемые. И вот именно вот это исследование, оно оказалось регистрационным, благодаря чему Пембролизумаб вошел в настоящее время в качестве второй линии терапии гептоцеллюлярного рака. На сегодняшний день идет исследование. В ближайшее время ожидаются уже окончательные результаты, когда проводятся комбинации для того, чтобы потенцировать еще большую эффективность терапии. Проводится комбинация иммунотерапии, в данном случае с таргетным препаратом линвотенибом. И что мы видим? Колоссальные цифры медиана без рецидивной выживаемости – это вторая линия лечения. Практически 9 месяцев. Это больные гептоцеллюлярным раком, которые раньше жили вообще в течение 12 месяцев. И поэтому, конечно же, на сегодняшний день будущее вообще онкологии, оно, на мой взгляд, только за лекарственной терапией. И, конечно же, те новые препараты, которые мы имеем, они демонстрируют один эффект. Но будущее, наверное, все-таки за комбинации иммунотерапии с таргетной терапией, либо иммунотерапия с химиотерапией. Ну и очень коротко о колоректальном раке, потому что, ну, колоректальный рак ни у кого не вызывает никаких сомнений актуальности этой проблемы. Это третья причина по заболеваемости, третье место, третье и четвертое место по смертности. Заболеваемость колоректальным раком растет, чем лечить больных колоректальным раком, если мы говорим об иммунотерапии. То же самое исследование, о котором мы уже говорили, это применение пембролизума у больных с микростелитной нестабильностью. Здесь в данном исследовании приняли участие пациенты не только колоректальным раком, но и не колоректальным раком. Нас интересуют первые две когорты колоректальный рак с наличием микростелитной нестабильности и без. Это пациенты, которые получили две и более предшествующих линий стандартной химиотерапии, но при этом были в более-менее удовлетворительном состоянии и получали пембролизума в стандартной дозировке. И что же было показано? Частота объективного ответа, полный частичный регресс у больных с микростелитной нестабильностью колоссальная цифра 57%. Если добавить больных, которые демонстрировали длительную стабилизацию, это почти 90% пациентов. И посмотрите на больных, которые имели, не имели микростелитной нестабильности, конечно, таких цифр эффективности мы не видим. Если посмотреть на кривые безрецидивной общей выживаемости, несмотря на давность этого исследования, до настоящего времени не достигнута медиана безрецидивной и медиана общей выживаемости. А в группе больных без микростелитной нестабильности крайне низкие цифры 2 и 3 месяца это безрецидивно, и всего лишь 6 месяцев это общая выживаемость этих пациентов. Дальше попробовали комбинировать, что будет, если мы возьмем комбинацию иммуно-онкологических препаратов. Это исследование Checkmate 142, когда изучалась эффективность Ниволумаба в монорежиме и в качестве второй группы пациентам назначался Ниволумаб совместно с Ипелемумабом. Критерием включения было соответственно наличие микросателитной нестабильности обязательно и главной первичной целью это была оценка частоты объективного ответа по системе Resist 1.1. И что мы видим? Больные с наличием микросателитной нестабильности и в одной группе и в другой достаточно неплохо ответили на лечение. Частота объективного ответа 31% в монорежиме, а в комбинации вообще колоссальные цифры. 55% это полные и частичные регрессы. Дополнительно прибавив к ним больных со стабилизацией процесса это фактически 86%. То есть у 86% больных было отмечено уменьшение размеров опухолевых очагов. Безрецидивная выживаемость и общая выживаемость колоссальные цифры. Больные, которые получали комбинированный режим 12-месячная безрецидивная выживаемость 71%, а общая выживаемость 85%. То есть все это говорит конечно что должен быть крайне тщательный отбор пациентов. И поэтому на сегодняшний день вот те самые стандарты которые мы следуем они включают в себя назначение пембролизумаба либо ниволумаба в монорежиме либо комбинация нива и ипи но обращаю внимание что для колоректального рака должно быть обязательно наличие микросателитной нестабильности либо дефект в системе репарации и ДНК. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать о том что конечно же на сегодняшний день лечение опухоли желудочно-кишечного тракта на поздних стадиях остается очень серьезной проблемой и для нас онкологов и для пациентов. Иммунотерапия она просто ворвалась в нашу жизнь сделав революцию особенно если учитывать что мы очень долго топтались на одном месте и фактически никаких прорывов в лечении солидных опухолей у нас не было. но даже несмотря даже не следуя тем стандартам которые у нас есть нужен тщательный отбор пациентов надо выбирать больные которые ответят и хотя бы ожидаемая эффективность на терапию у них составит 50% и более. спасибо за внимание по-русски. Попробуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok